4 декабря в библиотечно-информационном центре «Радуга» состоялась презентация книги законотворца Олега Сенина «Гарюша моя ясная. Любовь и вера из-за решетки». На презентацию пришли ветераны труда и просто неравнодушные к чтению люди. К нам в гости приехал человек удивительной судьбы, яркой, интересной, человек очень талантливый. Я с ним, к сожалению, сегодня только познакомилась, но он сам все о себе и расскажет, и покажет. Я думаю, вы уже увидите в особенности. Он у нас незрячий. И тем ценнее каждое его слово, каждое его выступление. Олег Сенин поведал читателям историю своей непростой жизни. Рассказал о том, что в книге воссоздана череда воспоминаний, прошедших через его душу в узилище. Выступление сопровождалось показом документального фильма «Прозрение. Опыт. Обретение веры». Здесь вот описывается, как я оказался в камере. Это жуть. Это жуть. Вот на этой книге, эскиз этой книги сделан по моей просьбе. Меня привезли в ту самую тюрьму Екатериненскую, где находился следственный изолятор. Это прямоугольник вытянутый. И по углам башни. Стены волн. И вот меня, я туда привозил постоянно задержанных или приезжал на допросы, как следователь прокуратуры. Я знал, хорошо. Конечно, я в само здание никогда не входил. Вот, тюрьмы. Вот. А тут меня уже привели. Пострелили, наголо окатали. Вот. Но три дня я провалялся в КПЗ. Меня арестовали в пятницу и специально меня задвинули в КПЗ. Это вот только нары, параша и ничего. И три ночи я там маялся. Это вот как раз были самые адские для меня часы и сутки. Уже там, когда я оказался в камере, это уж все было куда легче. И вот меня посадили в эту башню. Вот это окно нарисовано по моим словам. Это огромная толща стены, решетка такая. Вот. А здесь на подокончике как бы хризантемы. Это любимые цветы риты, которые я ей всегда дарил. Она их очень любила. Флоксы и хризантемы. Летом. Это жена, вот как раз, которая фотографии показывала. Маргарита. Горюша. Это Горюша. Горюша моя ясная, это моя жена. В основе лежат письма. В книге писателя от 22 до 27 лет. В письмах он молод. На долгие самые лучшие годы он оказался без тех, кого любил. Ведь ему дали 7 лет и 2 года ссылки. Письма тогда были для писателя отдушиной. Он их использовал как лирический дневник. Воспоминания о прошлом грели его душу. Он пытался раскрыть своей первой любви Маргарите, то, что было даровано для ее поддержки и укрепления. Чудо состояло в том, что эти письма сохранились. Когда Олег Михайлович начал их читать, он был потрясен. Если бы не письма, он бы не смог воссоздать живую череду воспоминаний, которые проходили через его душу. Цитата. «Я многое храню в душе, но тогда все изливалось на страницах. Написанных за последние полгода год главах, я вспомнил контекст лагерной жизни, о котором не мог писать в те годы. Также в книге помещены мои стихи, некогда вышедшие из-под пера, рассказывает автор «Гаврюша моя ясная, любовь и вера из-за решетки». Эти годы обернулись впоследствии полной утратой зрения. Но в лагере произошло духовное прозревание, так как именно там Олег Сенин уверовал в Бога. Обо всем этом он рассказал в этой автобиографической книге. Около 20 лет автор занимается духовно-просветительской работой. Несколько лет он был организатором и вдохновителем православного лектория «Русские вечера». Будучи магистром богословия, он преподает в Тульской духовной семинарии. Дважды избирался депутатом Тульской областной думы. Олег Сенин подарил книги библиотеки «Радуга», что даст возможность жителям нашего города познакомиться с ее содержанием.